МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости. В студии для вас работают Алия Абитова и Диас Махамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему после смертельного ДТП Акима Куксуского сельского округа в области ЖТСУ не отстранили от работы? Для кого и почему ужесточат правила получения займов от посыбанки? Почему многоквартирный дом в Иссыке, построенный для очередников, до сих пор не подключили к отоплению? Какие меры предпринимают в правительстве, чтобы стабилизировать цены? Повлияет ли роботизирование хирургии на число успешных операций в Казахстане? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аким Сила сбила подростка насмерть в области ЖТСУ. Трагедия произошла, когда 14-летний школьник переходил в проезжую часть. За рулем автомобиля марки «Хюндай Крета» была Аким Куксуского сельского округа Кирбулакского района. Информацию подтвердили в районном Акимате. По данным полиции региона, ДТП произошло 2 ноября в селе Бегаш из Кельдинского района. По факту завели уголовное дело по статье нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В Акимате района проинформировали о том, что глава сельского округа находится на рабочем месте. Известно, что чиновница занимает руководящую должность с апреля 2018 года. Является матерью пятерых детей, дисциплинарных проступков не совершала и не имеет судимости. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иномарка помещена на спецстоянку. Расследование ДТП с участием несовершеннолетнего находится в производстве областного управления дознания. Принимаются все необходимые меры по тщательному и объективному исследованию всех обстоятельств дорожного происшествия. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП на трассе Сароузек-Коктал в области ЖТСУ. По данным полиции, 21-летний водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины. На месте погибла 35-летняя женщина. Других двух пассажиров госпитализировали в больницу. По факту начато досудебное расследование. 14 человек погибло в авариях с участием мопедов в Алматы с начала года. Еще 355 получили различные травмы. Об этом сообщили в городском департаменте полиции. В ведомстве также отметили, что в городе курсирует свыше 50 тысяч единиц двухколесного транспорта. Этот фактор негативно сказывается на аварийности в целом. Наибольшую опасность на дорогах представляют мопеды, развивающие скорость больше 50 км в час. В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения. Несуществующие путевки продавал 21-летний житель Кокчета в соцсетях. Как сообщили в полиции, парень выдавал себя за туроператором. В начале сентября его объявление о продаже путевок увидел житель Астаны. Его заинтересовали условия, и он связался с турфирмой. После мужчина оплатил 4 путевки в Таиланд. Сотруднику лжиагентства он перечислил больше миллиона тенген. Однако ни путевок, ни денег астанчанин так и не получил. Злоумышленника задержали, на него завели дело по статье мошенничества. На шахте имени Костенко подняли на поверхность тела последнего 46-го погибшего горняка. Им оказался Александр Прокудин. Мужчина работал горнорабочим очистного забоя. Об этом сообщили в Акимате Карагандинской области. Поисковые работы велись круглосуточно. В них были задействованы горноспасатели Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Напомню, 28 октября в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. Тогда погибли 46 горняков. И перенесемся в город Иссыкал, Матинской области. Там в эпицентре скандала оказался многоквартирный жилой комплекс. Шумиху поняли жильцы из-за отсутствия документов на лицевые счета для оплаты комуслуг. Недовольные новоселы и качеством жилого объекта в квартирах, говорят, они холодно, а трубы нередко прорывает. Но и это еще не все коммунальные беды. Аделя Вжаркенова разбиралась в жилищной проблеме. Этот многоквартирный дом построили по программе Нурлежер. Новоселами здесь стали люди с инвалидностью, дети-сироты, многодетные и неполные семьи. Долгожданные ключи им вручили в конце августа. Однако радость от заселения продлилась недолго. В первую же неделю затопило несколько квартир, в том числе жилое помещение инвалида второй группы Сергея Ушакова. Как рассказывает мужчина, он стоял в очереди на жилье больше 20 лет. Но заселиться Сергей с семьей не может по сей день. Сырость, холод и постоянный ремонт не позволяют, в отчаянии говорит он. То порвет унитаз, бачок, то сверху, с верхнего этажа на голову побежит. Постоянные потопы, постоянно топит дом. Первый этаж, моя квартира, вот она, крайне угловая как раз квартира. Самый главный, самый больный вопрос с отоплением у нас не решается. Отапливается 120-квартирный жилой дом дизельным топливом, которое дороже других источников энергии. При этом квартиры, как холодный ледник, жалуются жильцы. А буквально вчера в доме отключили свет за неуплату. Вчера специалисты энергосбыта приехали, отключили свет. Они сказали, что у нас неуплата, в общем, 3 миллиона тенге. Мы здесь и трёх месяцев не живём. Откуда такие цифры? Думаю, это затраты энергии во время строительства дома. Мы до сих пор не можем получить лицевые счета за оплату комуслуг. Ещё квитанции не получаем, а нас уже оставили без света. Жильцы опасаются, что задержки с документами связаны с намерением распределить долг между ними. Люди просят как можно скорее подключить их дом к голубому топливу и ускорить процесс оформления документов. Мы посчитали, если долг распределят среди жильцов, каждая семья должна будет заплатить 60-70 тысяч за свет. Здесь в основном ведь многодетные, малоимущие. Получается нам арендовать жильё выгоднее, чем жить здесь. Обещают решить проблемы новосёлов в районном Акимате. Там заверили, что газовое отопление подключат в ближайшие два дня. А неподъёмный долг за свет жильцы покрывать не будут. Всё оплатит Акимат или подрядчик. Сейчас документы на этот дом проходят регистрацию в органах юстиции. До конца этой недели эту работу закончим, и жильцы получат документы на руки. Договоры ему же выдали. Остались финансовые лицевые счета. По газу, как вы видите, работы ведутся. Были технические факторы, которые не позволяли подключить дом раньше. Впрочем, обещания чиновников новосёлы восприняли скептически. Процесс устранения всех недоработок займёт время. Поэтому жителям, по всей видимости, придётся набраться терпения. Аделек Жаркенова, Мейрам Исабеков, Телеканал Алматы. Свыше 60 миллиардов тенге задолжали казахстанцы за комуслуги. Об этом сообщили в Комитете по регулированию естественных монополь. В стране для модернизации коммунальной инфраструктуры работает программа «Тариф» в обмен на инвестиции. Однако её развитие тормозит колоссальный долг потребителей. Общая сумма на сегодня по республике составила более 61 миллиарда тенге, из которых порядка 15 миллиардов – это долг населения, а 45 миллиардов – предприятий. Больше всего казахстанцы должны за отопление – это порядка 5 миллиардов, за газ – более полутора миллиарда, за электричество – 4, за услуги водоснабжения – 3, а за канализацию – 2 миллиарда тенге. А вот компании за отопление задолжали порядка 13 миллиардов, за услуги газоснабжения – 12,5, за электроэнергию – долг у юрлиц составил 14,5 миллиардов тенге. В лидерах рейтинга – неплательщиков Акмолинская, Актюбинская и Алма-Атинская области. От Басбанк ужесточает требования по получению промежуточных займов. По новым правилам с 15 февраля. Сроки оформления льготной ипотеки увеличатся с 3 до 6 месяцев. То есть теперь потенциальному заемщику придется положить половину средств от стоимости недвижимости на депозит и ждать полгода, чтобы приобрести жилье. Кого именно коснется новшество и как эта ситуация повлияет на рынок недвижимости, узнавал Рустамар Албаев. На сегодня Отбасыбанк остается лидером в ипотечном кредитовании. В этом году жилищные займы через финнорганизацию получили более 52 тысяч человек. Однако с изменением условий многие переживают, что теперь купить собственное жилье по льготной ипотеке станет сложнее. Представители самого банка при этом заверяют, что изменения направлены на формирование культуры накопления среди вкладчиков и приоритетность клиентов. Внедрение срока ожидания – это основной причиной, в основном является это выстраивание очередности. То есть будет, скорее всего, например, справедливо, если получит в первую очередь тот вкладчик, который доверяет Отбасыбанку уже более, например, года и начинает откладывать свои сбережения в течение года. И таким образом он нам показывает свою подготовленность к получению ипотеки, чем нежели клиент, который разом принес большую сумму и хочет прокредитоваться. По новой системе, чтобы получить ипотеку на льготных условиях, нужно иметь соответствующий оценочный показатель. Это одно из требований банка. Он формируется, исходя из истории накоплений клиента. Если же вкладчик разом вносит большую сумму денег, то ему придется ждать, пока оценочный показатель не вырастет. Сейчас срок ожидания доходит до трех месяцев. Однако с 15 февраля может достигать шести месяцев. Изменения Отбасыбанки приводят к тому, что сам банк себя страхует от проблемных кредитов. Те деньги, которые они сейчас будут генерировать, они будут пускать на новые программы для льготной ипотеки, для малообеспеченных семей. Те люди, у которых есть финансовая грамотность, у тех, у кого есть определенная дисциплина, они каждый месяц пополняют свой депозит и через некоторое время могут получить самые лучшие условия, которые сейчас есть на рынке. Одним из тех, кому пришлось подождать, стал отец троих детей Ерлан Хусейнов. Он продал двухкомнатную квартиру, чтобы расшириться. Согласно новым условиям, ему пришлось ждать три месяца, прежде чем он сможет получить ипотеку. Мне сказали, что нужно будет три месяца подождать, чтобы сумма коэффициента была 2,5 процента и сумма вознаграждения 145 тысяч евро. Главное, что квартиру в итоге я получу. Это главное, что та мечта, которую мы хотим получить, мы ее получим. По данным специалистов от Пасыбанка, оттока клиентов новые условия, которые начали действовать с конца лета, не вызвали. Эксперты это объясняют большим спросом на рынке недвижимости, поскольку процентная ставка по ипотеке сейчас ниже уровня инфляции. Впрочем, все сводится к тому, что чем больше клиент накопил, тем выгоднее заим получил, если правила банка снова не поменяются. Рустам Раубаев, Рашидин Якупов, Алишер Ергалиев, телеканал Алматы. Вы смотрите новости, далее выпуски. Какие меры предпринимают в правительстве, чтобы стабилизировать цены? Повлияет ли роботизирование хирургии на число успешных операций в Казахстане? Казахстанские аграрии собрали на 6 миллионов тонн меньше пшеницы, чем планировали. Как сообщил сегодня глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров, это худший показатель за последние три года. Виной всему, говорит министр, проливные дожди, которые повлияли и на качество зерна. Большая часть пойдет на фураж. Как это повлияет на продовольственную безопасность и что будет с ценами на продукты? Ответы искала Даля Насипова. Плохой урожай министр сельского хозяйства связывает с тем, что в зерносеющих регионах страны проливные дожди шли бесперебойно на протяжении 25 дней. Осадки превысили среднегодовую норму в три раза. В результате фермеры собрали 16 миллионов тонн пшеницы. Для сравнения, в прошлом году было 22 тонны. Непогода сильно отразилась на качестве зерна. В прошлом году, если третий-четвертый класс порядка 90% было, сейчас третий класс, пока по данным завезенным элеваторам, третий класс составляет 35%. Третий класс, это с которого мука идет на муку, то есть пшеница, которая идет. Четвертый класс выше 20 клейковины тоже можно на муку, ниже идет на фураж. Несмотря на низкий урожай, повышение цен на муку и другие продовольственные товары в правительстве в ближайшее время не прогнозируют. Потребности внутреннего рынка запасы пшеницы покрывают полностью. Для того, чтобы хлеб не дорожал, есть специальные резервы, продкорпорации. И мы эти резервы сейчас используем для того, чтобы удешевленный социальный хлеб производить. И, соответственно, все регионы сейчас необходимое количество получили. Ну и хлеб, в принципе, стабилен. Вы видите, что касается стоимости муки, то есть резервы для ее удешевления, как резервы для ее удешевления, так и есть мука, на которую мы стоимость цену не держим. Чиновники говорят, что объемы экспорта казахстанской пшеницы в этом году снизятся. За границу продадут 5 миллионов тонн. Испорченное же зерно пойдет на корм скоту. Еще одно заявление сделал сегодня на брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Эдарбек Сапаров. Речь о мясе сайгаков, которое не будет уходить на экспорт. По его словам, мясокомбинаты, обрабатывающие туши животных, не готовы поставлять продукцию за границу. Но не исключается, что в будущем, после определенных процедур, производители возобновят поставку мяса степных животных на зарубежный рынок. По экспорту сегодня мы не готовы, потому что, чтобы экспортировать, надо, чтобы мясокомбинат был в реестр экспортеров. Инспекция должна выезжать сюда. Куда мы будем экспортировать, они должны определить, будут ли они брать или не будут брать. Пока внутри Казахстана. А вот как быть с дорогостоящими дереватами сайгаков, министр не пояснил. Он лишь подчеркнул, что их забирает охот-зоопром. Качество производства продуктов из сайги контролируют ветеринары. Мы определили семь мясокомбинатов. Ветеринары там находятся, определяют полностью и отвечают за ветеринарную безопасность. За реализацию, куда будет продавать, мы дальше сейчас будем мониторить. Дефицит кадров и недостаточное финансирование – основные причины плохих дорог в Казахстане. Таким мнением поделился глава Республиканской ассоциации дорожников Баглан Баймагамбетов. По его словам, состояние казахстанских трасс составляет желать лучшего и из-за использования некачественных материалов. Эту проблему, напомню, затронул в своем послании президент. В теме разбиралась Мира Альжанова. Выступая с ежегодным посланием, в сентябре этого года Казанжмар Тукаев поручил решить проблему плохих дорог в течение последующих шести лет. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция. Тогда президент назвал и основные проблемы автодорожной отрасли. На сегодня в стране общая протяженность республиканских трасс составляет 25 тысяч километров. Из них ремонтируют почти 6,5 тысяч километров. В этом году задача у нас состоит, которая согласно государственному заданию, которое Казанжмар Тукаев выполняет, это порядка 856 километров реконструкции мы должны сдать в эксплуатацию. Они полным 100% будут до конца года обеспечены, выполнены на сегодняшний день. По этим участкам полностью асфальтобетонные работы завершены. Сейчас остались работы по обустройству, установленные дорожные знаки, барьерные ограждения. При этом качество строительства и ремонта дорог находится на особом контроле, заявили в Казавтожоле. В каждом городе республики имеется специальная лаборатория, проверяющая как качество стройматериалов, так и проведенных работ. Однако эксперты считают, что основная причина плохих дорог – это недостаточное финансирование отрасли и нехватка квалифицированных кадров. Самые низкие цены на километр дороги выходят в Казахстане. В той же России, Украине, Белоруссии цены в 2-3 раза выше. Но я уже не буду сравнивать с ценами, которые в Европе, в зарубежных странах, в Америке. Поэтому даже те прогрессивные направления, которые сегодня ученые Казахстана изобретают, мы не можем вовремя применить. Ну и не всегда у нас соответствует и качество материала, особенно это битву. Все эти предпосылки, как считает эксперт, влияют не только на качество дорог, но и сроки их ремонта. При этом на сегодня в этой отрасли имеется проблема нехватки кадров. По словам автодорожника, в основном молодые люди стали отдавать предпочтение специальностям эти сферы. В Казахстане сотрудникам госорганов запретили посещать игорные заведения. Соответствующий указ подписал глава государства Касым Жамарт Токаев. Устав коснется внутренней службы вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны. Отмечается, что военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей. Аналогичные поправки вносятся в Этический кодекс госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы. Указ вводится 17 ноября. В Алматы провели уникальную операцию с внедрением роботизированного ассистента. Инновационную технологию по замене тазобедренного и коленного суставов наши врачи применили впервые среди стран Центральной Азии. В течение четырех дней отечественные специалисты вместе с зарубежными коллегами тестировали новую технологию, которую оценила и наш корреспондент Амина Усенова. Алматинка Индира Серикпаева – маляр с 12-летним стажем. Тяжелая работа сказалась на ее здоровье. У нее диагностировали вирусную деформацию сустава. Пешие прогулки вызывали лишь слезы и боль. Весной этого года женщине сделали традиционную операцию без участия робота. Но со временем начала болеть и вторая нога. Тогда пришлось снова лечь на операционный стол. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, старается больше ходить и тренироваться. Все хорошо. Сказали, что операция прошла удачно. Одна нога была на четвертой стадии заболевания, а вторая на третьей. Мои колени просто уже были вывернуты наружу. Ходить было невозможно и ужасно больно. Думала, что смогу вылечиться без операции, но оказалось нет. Сейчас все хорошо. Уже потихоньку хожу по коридору. Робот-ассистент МАКа – это новая технология в области инновационной ортопедии. Аппарат обеспечивает более точные результаты операции, сокращая время на восстановление и повышает долгосрочность сохранения протезов. Не секрет, что данная технология популярна в странах дальнего зарубежья. Роботизированная хирургия намного облегчает работу врачей, а также уменьшает послеоперационные последствия и риски. Роботизированное эндопротезирование – это тщательное 3D-планирование предстоящей операции. То есть с минимизацией и исключением какой-либо дальнейшей ошибки. То есть мы минимизируем человеческий фактор и человеческую ошибку. То есть это до идеала доведенное предоперационное планирование и интероперационная имплантация данного эндопротеза. По данным врачей, число пациентов с заболеваниями суставов ежегодно растет не только в Казахстане, но и по всему миру. Большинство – люди пожилого возраста. Однако нередко встречаются случаи заболеваний среди молодых людей. Алматинец Айбул Чинжилов поступил в больницу в марте с диагнозом «деформирующий коксартроз 3-4 стадии» и «асептический некроз бедра». После первой операции процесс заживления проходил долго и болезненно. Спустя полгода ему провели вторую операцию при помощи робота Мака. По словам 32-летнего пациента, его болезнь – это последствия постковидного периода. Первая операция лежала очень долго, очень болезненно была. А вторая операция нет, боли такой ощутимой, сильной нет. То есть все более терпимые. Вчера всю ночь спал, то есть сон тоже нормальный, все хорошо. Сейчас нормально, в принципе. Сегодня пару раз вставал, ходил в уборную. Все нормально вроде. Ну и боли есть. Это же операция все-таки, но терпимые. С начала года в 4-й горбольнице провели свыше полутора тысяч традиционных операций по замене суставов. А по итогам четырехдневного мастер-класса провели 9 хирургических вмешательств по замене коленного и тазобедренного сустава. В будущем, по словам врачей, планируется внедрение новой технологии и увеличить область применения робота. Амина Усенова, Хангельда Ахмедханов, телеканал Алматы. Новые работы казахстанских художников представлены в музее имени Аблхана Костеева в Алматы. Богатую выставку организовали в честь 90-летия Союза художников Казахстана. Сразу три хола здесь украсили свежими картинами выдающихся живописцев. В них определенно каждый найдет свой смысл. Внутренняя борьба, единение с природой и красота – эти и другие мотивы, выставшие объектами наблюдения художников, искусно отражаются в их творческих работах. Филигранное исполнение картин и различных инсталляций, а их около 250, привлекут внимание даже самых капризных арт-критиков. Эти работы стали результатом смелых экспериментов. При этом в них сохранена верность традициям казахстанской художественной школы. Мы все прекрасно знаем, что жизнь движется просто с каким-то бешеным темпом. И, конечно, художники в первую очередь на это реагируют. Подарить людям идеи доброты, гармонии, красоты. Направить их взгляд на какие-то такие, может быть, острые проблемы. А может быть, где-то отвлечь, дать им возможность вздохнуть. Потому что это тоже сейчас очень важно. Жизнеутверждающую выставку дополнили картины и зарубежных художников. Из Грузии, Литвы, Бурятии и не только. Организаторы в скором времени планируют представить уникальную экспозицию и в Астане. К слову, в этом году Союз художников, который и инициировал данное мероприятие, отмечает свой юбилей. Это первая творческая организация нашей страны, начало которой положено в 1933-м. Сейчас Союз объединяет больше 1200 мастеров кисти, скульпторов и искусствоведов. Это отчетная выставка. К юбилею Союза художников мы организовали экспозиции во всех областных центрах. В представленных работах использованы самые различные техники. Масляная живопись, графика, габелин. Это большое событие для нас и возможность поделиться с людьми своими мыслями, переживаниями. В любом случае, оценку даст зритель. И на этом мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Алия Абитова и Диас Мохамбетов. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова